Здравствуйте, дорогие братья и сёстры! На телеканале «Союз Церковный Календарь». Сегодня понедельник, 9 ноября по новому стилю или 27 октября по старому. И сегодня творится память святых начала IV века, мученика Нестора Солунского, мучениц Капитолины и Иеротииды, мученика Марка Фиваицкого и Ижи с ним, преподобного подвижника XI – начала XII века Нестора Летописца Печерского в ближних пещерах Почивающего, преподобного Нестора Некнижного Печерского святого XIV столетия в дальних пещерах, обретение мощей благоверного князя Андрея Смоленского в Переславле-Залесском в 1539 году, преподобного мученика Сергия Чернухина, игумена пострадавшего в 1942. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы молитвенно почтим преподобного подвижника, благодаря трудам которого мы имеем представление о первых веках христианства на Руси. Мы вспоминаем преподобного Нестора Летописца. Родился он в 50-х годах XI столетия в Киеве. Юношей он пришел к преподобному Феодосию и стал послушником. Пострик преподобного Нестора преемник преподобного Феодосия, игумен Стефан. При нем же он был посвящен во Иеродиакон. Преподобный Нестор глубоко ценил истинное знание, соединенное со смирением и покаянием. «Великая бывает польза от учения книжного», — говорил он. «Книги наказуют и учат нас пути к покаянию, ибо от книжных слов обретаем мудрость и воздержание. Это реки, напаяющие вселенную, от которых исходит мудрость. В книгах неисчетная глубина, ими утешаемся в печали, они узда воздержания. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то приобретешь великую пользу для своей души, ибо тот, кто читает книги, беседует с Богом или святыми мужами». В монастыре преподобный Нестор нес послушание летописца, и главным подвигом его жизни было составление к 1112-13 году «Повести временных лет». «Се повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве, нача первие княжити, и откуда русская земля стала есть». Так с первых строк определил цель своего труда преподобный Нестор. Подвижник использовал очень широкий круг источников. Предшествующие русские летописные своды и сказания, монастырские записи, византийские хроники Иоанна Малалы и Георгия Амартола, различные исторические сборники. Рассказы старца-боярина Яна Вышатича, торговцев, воинов, путешественников. Осмысленные с единой, строго церковной точки зрения, они позволили преподобному Нестору написать историю Руси как составную часть всемирной истории, истории спасения человеческого рода. Инок излагает историю русской церкви в главных моментах ее исторического становления. Он говорит о первом упоминании русского народа в церковных источниках в 866 году при Святом Патриархе Константинопольском Фотии. Повествует о создании славянской грамоты святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, о крещении святой равноапостольной Ольги в Константинополе. Летопись преподобного Нестора сохранила нам рассказ о первом православном храме в Киеве, об исповедническом подвиге святых варягов-мучеников, о испытании вер святым равноапостольным Владимиром и крещении Руси в 988 году, «Первому русскому церковному историку обязаны мы сведениями о первых митрополитах Русской Церкви, о возникновении Печерской обители, о ее основателях и подвижниках». Время преподобного Нестора было нелегким для Русской земли и Русской Церкви. Он был очевидцем разгрома Печерской обители в 1096 году. В летописи дано богословское осмысление отечественной истории. Духовная глубина, историческая верность и патриотизм повести временных лет ставят ее в ряд высочайших творений мировой письменности. Преподобный Нестор скончался около 1114 года, завещав Печерским иноком-летописцам продолжение своего великого труда. Его преемники продлили летопись, и до нас она дошла уже в дополненном варианте. Преподобный Нестор погребен в ближних пещерах преподобного Антония Печерского. Братья и сестры, для зрелого человека совершенно необходимым является четкое осознание и ощущение себя в историческом контексте того народа и страны, в которых он живет. Беды и войны, периоды упадка или же наоборот расцвета родного Отечества ставят человека перед выбором своего места в истории, которое пишется нами сегодня. Тем не менее, история человечества всегда идет одними и теми же путями. Мы можем проследить их как в книгах Ветхого Завета, как в летописи преподобного Нестора, так и в новейшей истории человечества. Это постоянное следование по пути туда и обратно, к Богу и от Него. Совсем недавно святейший патриарх Кирилл в своей проповеди озвучил очень интересную мысль о судьбах исторического процесса. Мы привыкли мыслить историю через выдающихся политических деятелей. Александр Македонский, Елизавета I, Петр I, Людовик XIV, Наполеон Бонапарт – великие люди, если судить по тем изменениям, что вызвали они при своей жизни. Но если посмотреть на мир сегодня, что осталось от их трудов? Разве сохранило хоть одно государство свои границы? Разве хоть одно государство сохранило свое политическое устройство и правовые нормы? Все ушло в историю. И ведь все эти люди сейчас живы, они в ином мире, и их судьбу мы угадать не можем сейчас, но они есть. Как они сейчас расценивают свою роль? Может быть, нужно было при жизни больше уделить внимание молитве и покаянию? Может быть, стоило больше собирать сокровища на небе? Преподобни, отче Нестори, моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители! Субтитры создавал DimaTorzok